Добрый вечер. Сразу вопрос к вам. Где вы были, когда в России подписывали соглашение сегодня о присоединении Крыма к Российской Федерации и ваше отношение к этому? Я был в Мариуполе, воспользовался несколькими часами до появления у вас в эфире ТРК «Донбасс», чтобы съездить в Мариуполь и посмотреть, что происходит там. Я был на митинге под горосполкомом, разговаривал и с протестующими, разговаривал с людьми, которые просто проходили мимо, не принимали участия в протестах. И пытался понять, что, чего хотят эти люди. Но главное для меня было не собственное впечатление, это тоже очень важно. Но для нашего громадского радио я записал голоса этих людей. Они сегодня, я надеюсь, прозвучат на первой программе украинского радио. И таким образом мнение мариупольцев узнают многие-многие люди по всей Украине. Что касается моего отношения к принятию или к провозглашению принятия Крыма и Севастополя в состав России, оно резко отрицательное. Я предвидел на самом деле, что, или предчувствовал, что такое будет рано или поздно. И что российская власть и президент Путин и на этом не остановятся, так я думаю. А давайте послушаем, что говорит президент Путин и ответ от украинской власти. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно. Что касается Крыма, то он был и останется. И русским, и украинским, и крымско-татарским. Он будет, как и было веками, родным домом для представителей всех живущих там народов. Но он никогда не будет бендеровским. Украина залишает за собой право вживать адекватных заходов щодо компенсации всех збитков за рахунок майна, которые наложат Российской Федерации и находятся как на территории Украины, так и в других странах. У российского Газпрома очень много объектов по территории Европы, которые находятся у него властности. Посмотрим, что будут делать политики дальше и как будет развиваться ситуация дальше. Но все-таки, на ваш взгляд, как сегодня все-таки возможно сохранить единство страны, потому что, я уверена, вы сторонник именно такого исхода событий. Да. Я думаю, разговаривать друг с другом, пытаться понять друг друга. Пытаться понять, что даже если взгляды того человека, с которым ты встречаешься или не встречаешься, это наша большая беда, что мы не встречаемся из разных областей, из разных социальных слоев. Даже если эти взгляды тебе самому или самой неприемлемы, надо пытаться понять, почему человек так думает. И почему этот человек хочет или не хочет слышать тебя. Откуда происходит вот это непонимание. Когда в Киеве я ходил на Майдан, Евромайдан и на Антимайдан, я видел и там, и там людей убежденных. И я спрашивал их, а почему вы здесь стоите? Ну, кое-кто говорил, за идею вполне. Кое-кто говорил, поддержать своих вполне. А кое-кто говорил, мы стоим здесь не за кого-то, а против тех, кто, соответственно, на Евромайдане или на Антимайдане. А почему? А потому слышал я от антимайдановцев, что там фашисты. А потому слышал я от некоторых евромайдановцев, что там абсолютно проплаченные тетушки. И я спрашивал, а вы ходили к ним, вы говорили, вы пытались посмотреть им в глаза и взять их за руку. И часто я слышал, нет, не ходили. А почему? А что к ним ходить? Вот это, я думаю, наша большая беда. Мы находимся в плену предубеждений. Вместо того, чтобы пойти и проверить, так это или нет, мы считаем, нет, с ними говорить не надо. Пока это не изменится. И причем не только, да, мы очень много возлагаем надежд на политиков. Это должно происходить на уровне так называемых простых людей. И пока мы не научимся говорить друг с другом, запад, восток, север, юг, там рабочие пенсионеры, инженеры, художники, чиновники. Пока это не будет происходить вот так, а не вот так. До той поры... Ну, я думаю, не только слушать, но и слышать очень важно друг друга. Потому что понимать, почему так происходит, ну, наверное, этот вопрос, он очень актуален сейчас. Потому что понимать друг друга люди не хотят. Но первый, они не умеют. Они не умеют. А как их научить? Они, может быть, и хотят. И вот здесь первый шаг, это все-таки слушать. Первое действие слушать. Ни одно слово не падает впустую. Оно откладывается где-то в подкорке. Более того, ни одно действие не проходит впустую. И прежде чем кто-то здесь, во Львове, в Киеве, особенно в Киеве, что-то делает, надо 10 раз подумать. Какие будут последствия моих действий? Какие будут последствия, если мы из наших политических симпатий дадим поблажку, скажем, новому правительству? Или кому-то, кто помогал новому правительству прийти к власти, а теперь они превратились в некоторых таких неприкасаемых. Ни в коем случае этого делать нельзя. И именно снизу надо пытаться контролировать действия властей. Но с тем же призывом, если можно так сказать, я обращаюсь к людям, которые настроены против нынешней власти. Мне кажется, я понимаю много из того, почему это происходит так. Но не будьте тоже ослеплены своим гневом. Ваш гнев во многом справедлив. Ваши опасения можно понять. Но попытайтесь увидеть и услышать. Тогда будет время. А что касается умения работать с информацией, информации мы сейчас получаем очень много и из разных источников. Но будет мирное время. Я считаю, надо в школах прямо начинать курсы какой-то информационной грамотности и работы. И еще одно. Точно так же, когда мы не идем друг к другу и не разговариваем, точно так же мы не должны себя отсекать от какого-то сегмента информации. Я, например, категорически против предложения отключить российские каналы на украинской территории. Да, я вижу там, что называется, невооруженным глазом, на мой взгляд, много неправдивой пропаганды в адрес Украины. Но почему она столь действенна? Потому что украинские средства массовой информации очень много не дорабатывали. И не предлагали качественного продукта, который удовлетворил бы многих зрителей, в частности, на Юго-Востоке. Ну, вы знаете, мы тоже, и я в частности работала на митингах. И мои коллеги говорят о том, что люди даже не смотрят, например, наш телеканал и говорят, что мы показываем неправду. Наверное, может быть, у людей есть четкая установка, вот вы приехали сюда специально для того, чтобы посмотреть, как живет Донецк, Мариуполь, чем они живут, то, о чем вы говорили, услышать, послушать. Вы действительно слушали, мы видели, вы спокойно стояли и слушали. Если мы на эту агрессию, может быть, как-то реагируем, потому что каждый день, изо дня в день это происходит, то вы спокойно выслушали. И к чему вы пришли? Откуда идет такая реакция, несмотря средства массовой информации делать такие работы? Мое мнение не изменилось, оно подтвердилось. Пришло из-за того, что очень долгое время в Украине, но перед этим и в Советском Союзе тоже, рядовые граждане были удалены и до сих пор во многом удалены от процесса принятия решений. От процесса участия в выработке решений. Их не слушают. Им очень много обещают, нам очень много обещают во время избирательных кампаний. Потом мы впадаем в такую эйфорию. В свое время, так называемая оранжевая революция, ее участники впали в эйфорию, пришли хорошие ребята и девчата сделают за нас. Потом я наблюдал то же самое у сторонников партии регионов. Пришел батя, батя о нас позаботится, батя нас не бросит. Мы знаем, чем закончила и та команда, и эта команда, чем закончила. А то, что не хотят или, скажем, отсекают сами себя, по сути, от информации, это очень больно. Я тоже вхожу, и я не назову этих людей толпой. Я вхожу в скопление людей, я вхожу в митинг, и со мной начинают разговаривать. С чего начинают? Брехло киевское приехало, продажное, а дальше вообще нехорошее слово. Донецкое точно такое, и все украинские СМИ в частности. Да, да, но когда я говорю, приведите конкретный пример, где солгал я, где солгал ТРК Донбасс, где солгал тот, оказывается, примеров-то нет. Ну, мы в общем знаем, что вы правды не скажете. Надо это вытерпеть, надо все равно делать свое дело. И я очень благодарен коллегам в регионах, что они делают это дело. У вас несколько иные условия, чем, предположим, в Харькове, где я часто бываю. Совсем другие, чем в Одессе, и еще более отличные от Киева, Львова или так далее. Но, на мой взгляд, украинские журналисты и в эти месяцы в основном делали свою работу честно. Другое дело, нам часто не хватает профессионализма. Это объясняется нелегкой судьбой журналистики в Украине за все эти годы. Вы говорите, что нас много очень средств массовой информации. Это одно из, да. И тем, что мы качества на самом деле не даем. Будем работать, будут смотреть вас, будут смотреть наши программы СССР, будут смотреть программы Первонационального и так далее. Но пока мы не выдержим вот этот шквал обвинений, шквал ненависти иногда и шквал презрения, пока мы не подумаем, откуда он взялся, ведь он небезоснователен. Я многое из того, что слышу, отвергаю, не воспринимаю. Я знаю, что это не так. Но ошибки ненамеренные, ошибки преднамеренные, а если преднамеренная ошибка, это уже даже как-то по-другому надо назвать. Они были и у меня, они были и случаются у многих из нас. Надо их признавать. И надо не верить, а знать. Если мы научимся делать наше дело так, чтобы, во-первых, не было стыдно перед собой, не было стыдно перед слушателями, зрителями, читателями, в конце концов, украинский зритель, читатель, слушатель в любом регионе достаточно грамотен, достаточно склонен к самостоятельной оценке, чтобы выбрать наш продукт. Это произойдет. Спасибо за ответ. Я напоминаю, у нас работает горячая линия, телефонные звонки принимаются в студию. У нас уже есть первый вопрос к вам. У ваше мнение хотят спросить, наверное, дончане, не знаю. Добрый вечер. Алло, говорите, добрый вечер. Да, добрый вечер, мы вас слышим. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Ваш вопрос, пожалуйста, к Андрею Куликову. Я вопрос к господину Куликову хотел бы задать. Я гражданин Украины, мне 56 лет. Я целиком и полностью поддерживаю наше стремление за единую Украину. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Ваша передача всегда поднимает такой вопрос о демократии, о том, что у нас в стране все стремятся к демократическим выборам, к демократии. Мой вопрос такой. Скажите, пожалуйста, если вот такое количество людей проголосовало в Крыму за выбор свой, это может явиться примером для многих стран, не только в Украине, в Европе, во всем мире. Это высказано было, будем говорить, в выявлении народа. Здесь не было, не прозвучало никакое вмешательство ни коммунистов, ни социалистов, ни других партий. Ну и обычных людей в том числе, я думаю, вы это тоже имеете в виду. Не только политических сил, но и обычных граждан. То есть все ограничивается только Крымом, правильно? Спасибо, пожалуйста, ответьте на вопрос. Является ли это демократия в нашей стране, когда люди вышли таким количеством и проголосовали за свое волеизъявление? Спасибо большое, извините. Спасибо за вопрос. За что же извиняться? Очень, по-моему, хороший вопрос. На мой взгляд, по той информации, которая у меня есть, то, что произошло в Крыму, нельзя называть свободным волеизъявлением. Было очень мало времени на подготовку к референдуму. Не было времени на агитацию, ну, на агитацию за время. Было на агитацию, а ну подумаем, так ли это, времени и возможности на самом деле не было. В Крыму находились и находятся до сих пор иностранные войска. В Крыму не было наблюдателей международных, а те, которые были во многих случаях, это были граждане с паспортами стран Европейского Союза, но они были недавними эмигрантами из той же России. А в принципе, я вам скажу, что мое мнение такое, как бы оно ни было спорно в нынешние времена, я, как этнический русский гражданин Украины, не боюсь общеукраинского референдума о том, оставаться нам независимыми или присоединяться к России, или провести федерализацию страны, или так далее. Я думаю, что трезвомыслие возобладает. Я высказывался также и не против того, чтобы был в Украине второй, а может быть и третий государственный язык. Ну, ясно, что крымско-татарский действовал бы на весьма ограниченной территории. Я сам не ощущаю необходимости в том, чтобы мой родной русский язык был вторым государственным. Но я знаю миллионы, ну, знаю-то я не миллионы, знаю, предположим, десятки и сотни людей, которые хотят этого. И предполагаю, что миллионы этого хотят. Надо им предоставить возможность убедиться, что украинская держава, украинское государство не боится своих сограждан. Вот для меня это не вопрос языка. Я на самом деле в основном-то говорю по-украински. И никогда мои права, как русскоговорящего человека, не были ущемлены. Наоборот, в советские времена, да и в некоторых городах, ущемляются мои права, как украиноговорящего человека. Но не в том речь, чтобы сейчас считать свои обиды. А речь в том, чтобы вот как раз услышать и уважить людей, у которых иная точка зрения. Назовите меня идеалистом, но я предполагаю, что в случае, если бы был второй язык государственный русский, не было бы многого из вот этой обиды, и, я бы сказал, даже иногда обида наперед, которая есть у многих наших сограждан. Мы способны договариваться на уровне... Да, и вот в той позиции, что единственным государственным языком должен быть украинский, я вижу слабость на самом деле тех, кто отстаивает эту точку зрения. Они не верят, что при равных условиях украинский язык может существовать и, в конце концов, на мой взгляд, возобладать, когда будет равное. Потому что, ну, спорный вопрос у меня есть на это сейчас свое собственное мнение. Но я думаю, что не в нынешних условиях, когда это будет, если будет сделано, то будет сделано поспешно, а значит, с просчетами. Но в будущем мы должны очень серьезно рассмотреть этот вопрос и, по крайней мере, на региональном уровне удовлетворить желание и потребность, главное, от наших соотечественников, которые этого хотят. Ну, после того, как были активные события в Киеве, когда пришла к власти новая власть, обсуждался все-таки языковой вопрос. И теперь снова уверяют, что русский язык все-таки будет региональным. И таким образом, наверное, власть в какой-то степени показывает свой контакт с гражданами Востока. Насколько это влиятельно, не знаю. Но у нас есть обращение Арсения Петровича Яценюка к жителям Юго-Востока. Давайте посмотрим. Оставить в силе языковой закон в редакции Кивалова-Колесниченко, принятый в 2012 году. Этот закон по-прежнему работает. Русский язык, согласно этого закона, во всех областях, где преобладают русскоязычные, имеет статус де юре регионального. Децентрализация власти. Это масштабная реформа при сохранении единства и унитарности Украины, которая передает на места в области города и районы широчайший объем полномочий и денежных ресурсов, необходимых для развития регионов. Связи с Евросоюзами России мы не рассматриваем по принципу «или-или». Несмотря на катастрофическое ухудшение отношений с Россией, допущенное не по нашей вине, невзирая на вооруженную агрессию России против Украины, я сделаю все возможное, чтобы не просто сохранить мир, но и построить с Россией подлинно партнерские и добрососедские отношения. Исключительно ради сохранения единства Украины. Вопрос о вступлении в НАТО не стоит на повестке дня. Защищать страну будет сильная современная украинская армия. Ну вот так сегодня киевская власть обращается к юго-востоку Украины. Как вы думаете, не поздняя ли это реакция, обращение вот в такой форме? Реакция поздняя, запоздалая, да. Хорошо, что ошибку поняли, плохо, что ее сразу допустили. Что добавить? Не знаю даже, что добавить. Ну сегодня, вот вы общались с людьми Донецка, допустим, в воскресенье. Людям важно вообще вот такие обращения? Что нужно сделать? Может быть, приехать и поговорить? Приехать и поговорить. Приехать и услышать. Приехать и показать. Я не боюсь, что мне плюнут в глаза. Я готов это выдержать. Я готов выдержать унижение ради того, чтобы показать согражданам, прежде всего, не управляемым откуда-то из центра. А вот в данный момент хотя бы стоящими с тобой на одном уровне. Я вас слушаю. Я принимаю то, что вы сказали. Я буду об этом думать. Это нужно делать. Вы после визита в Донецк. У вас вчера был эфир «Свобода слова». С чего вы начали выпуск? И как отреагировали на Донецк в гости студии? Я начал выпуск с того, что еще утром я думал о том, не начать ли мне, не провести ли мне снова программу на русском языке, как я это сделал с предыдущими тремя или четырьмя программами. Но заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации облегчило мой выбор. Когда они потребовали от Украины, что заявили, что будут, мол, вести с нами переговоры и помогать нам выходить из кризиса при условии федерализации, второго государственного языка и отказа от Крыма, я против того, чтобы мне навязывали свободу выбора. Потому что навязывая мне такую свободу выбора... Четырьмя пунктами. Да. Меня лишают свободы выбора. Поэтому, да, еще я сказал, я обещал людям на площади Ленина в Донецке, что я на всю страну, ну, не на всю страну, для тех, кто смотрит ICTV, произнесу те вопросы, которые они чаще всего задают. И три вопроса, которые в воскресенье мне задавали люди вот здесь, ну, практически около ТРК Донбасс, да, они были, может быть, не в этом порядке, но почему в Киеве так много людей вооруженных, которые, да, не несут никакой ответственности за то, что они делают. Например, цитировали вот этот захват отделения банка, когда отпустили, да, по словам митингующих в Донецке, и здесь я с ними согласен, да, отпустили просто тех, кто захватил банк. Это тревожно. Почему, когда писали и сообщали о смертях на Майдане, а это трагедия, в то же время был взрыв в Макеевке на шахте, и семь горняков погибли. Почему об этом так не сообщали? Но я-то знаю, на самом деле, что сообщали. И я потом проверил. Да, были сюжеты практически на всех центральных каналах. Но у людей впечатление такое. Значит, этот вопрос должен быть задан. И еще один не менее важный вопрос. Но я сейчас волнуюсь, потому что я в эфире ТРК Донбасса. Это непросто, на самом деле. Я его забыл. Но это был один из тех вопросов. Он тоже относился к тому, например, почему в Киеве называют этих людей саппаратистами, в то время, как они, например, или за федерализацию, или за децентрализацию и так далее. Стразные взгляды всех обобщают. Да. Это имелось в виду. Андрей, у нас на линии еще один звоночек. Люди все-таки хотят узнать ваше мнение. Добрый вечер. Алло. Да, говорите, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер. Можно вас называть просто Анатолий? Мы близки по возрасту. И я скажу всего-навсего, ну, может, два тезиса. Я, во-первых, считаю вас, ну, практически вы самый объективный телеведущий на Украине. Вот. Я смотрю российские, украинские каналы. У меня более 20 новостных каналов. Так вот, я вас попрошу. Если хотят наши, как говорится, новая власть, чтобы страна была едина. Пусть в вашем ближайшем тук-шоу, свободослава, вы слышите меня? Да-да, я слышу вас. Вот. Выйдут, выйдут, ну, принудите их. Пусть поклонят перед всей Украиной за свои экстремистки. Ну, действительно экстремистки. Ну, кто заставлял, чем помешали памятники. Ну, это наша история. Какая бы она ни была, но история. Памятники Ленина, памятники Кутузова. Вот. Пусть. Кто у вас там будет присутствовать, я ценю. Мне без разницы. Пусть извинятся. Если они хотят единства, и пусть немножко это самое. Мы вас поняли. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо. Я вас услышал. Конечно, не в моей силе принудить их извиняться. Но я думаю, что донести то, что вы сказали, до некоторых из них я могу. Ради объективности все-таки скажу, что не все из них тоже поддерживают те действия, о которых вы говорите. Я был в Харькове, как раз когда там происходили стычки около памятника Ленину. И я считаю, что это неправильно. И по моим, кстати, впечатлениям после того, как в Киеве разрушили памятник Ленину, свобода на этом потеряла часть голосов избирателей, которые до того готовы были из протеста против власти Януковича голосовать за них. Для меня самым приемлемым вариантом является время от времени проведения местного референдума или опроса, хотите ли вы, чтобы этот памятник дальше там оставался у вас на центральной площади, или его куда-то переместить и так далее. Это нормально. Спасибо. Важно ваше мнение. Я его постараюсь донести до этих людей. У меня такой к вам вопрос, наверное, немножечко даже мистический. У нас мало времени до конца остается. Коротко спрошу. Около года назад в одном из интервью вы говорили о том, что были прогнозы у вас, что после провозглашения независимости Украины лет через 15 произойдет изменение гражданской позиции. Плюс-минус 5 лет, я думаю, это не принципиально. Сегодня это происходит, по вашему мнению, то, о чем вы говорили? Я думаю, происходит. На самом деле, 15, да, оно, в принципе, подтвердилось так называемой оранжевой революцией. Почему я говорю так называемой? Потому что не революция, это было массовое мирное народное восстание, ну и так далее. Ну, это такое дело. Да, и сейчас, мне кажется, меня многое настораживает в том, что я вижу на Донбассе, в Донбассе. Но настораживает потому, что я не привык это видеть. Но меня и радует то, что я вижу в Донбассе. Это люди, которые выходят, и я по глазам их вижу. Им обидно, им больно. Я могу не соглашаться с тем, чего они требуют. Мне претят эти российские флаги над митингующими. Вот я в этом признаюсь честно. Но я понимаю, что не от хорошей жизни они это делают. И если новая власть не станет к ним прислушиваться, это будет очень плохо. А то, что люди в Донбассе заявляют о своей позиции в открытую, и это и хороший знак тоже. И, возможно, это приучит остальных нас слышать Донбасс. Но одновременно люди в Донбассе должны учиться слушать других. И не верить сказкам, которые навязывают нам из-за границы во многом, о том, что мы непримиримые. И что Украину там, мол, сшили искусственно, и никогда единства не будет. Давайте между собой попробуем разобраться. И потом, может быть, мы как раз дадим этим учителям из-за границы хороший урок. Спасибо за ваше мнение. Спасибо, что были сегодня с нами. Мы надеемся, это не последний наш эфир с вами. Я очень на это надеюсь. Будем надеяться на то, вернее, что люди все-таки будут объективны и будут четко понимать, почему они отстаивают ту или иную позицию. Это был вопрос власти. Завтра в этом эфире, на этом же телеканале, мы встретимся в эфире с вами снова. Редактор субтитров А.Семкин